Всем привет! Я Анна Оськина и добро пожаловать на мой канал! В этом мастер-классе я покажу, как сделать красивые нежные серьги с цветами и бусинами. В работе я буду использовать очень нежный цвет розовый кварц номер 206 Fimo Effect. Эта полимерная глина обладает легким полупрозрачным эффектом. И мне пригодится небольшой кусочек зеленого цвета, чтобы декорировать обратную сторону сережек. Гель жидкая пластика, тычинки для цветов, штифты, швензы, стеклянные бусинки, конечно же нож, чтобы отрезать полимерную глину, ножницы и инструменты для сборки. Отрезаю кусочек пластики и хорошенечко его разминаю, чтобы полимерная глина стала более мягкой и пластичной. Раскатываю кусочек пластики в длинную колбаску диаметром примерно 5 мм. И эту колбаску нарезаю на 14 частей. 12 частей пойдут для лепестков. А оставшиеся две будут эти лепестки соединять. Я беру одну из частей, катаю ее сначала в шарик, а потом формирую из шарика капельку. Кладу капельку на лист бумаги, накрываю вторым листочком и прижимаю ножом, чтобы капелька расплющилась. Аккуратно поднимаю лист, обратной неострой стороной ножа делаю прожилку посередине лепестка. И при помощи ножа снимаю лепесток от листка бумаги. Руками придаю этой детали форму лепестка. Точно таким же образом делается и второй лепесток, и все последующие конечно же. Кусочек пластики катаю в шарик, делаю из нее капельку, кладу на листочек, прижимаю, делаю прожилку, формирую форму лепестка. И таким образом делаю все 12 лепестков. У меня остались два кусочка пластики, которые я катаю в шарики. Я беру два кусочка бумаги и посередине каждого кусочка приплющиваю по шарику. Собирать цветы я буду именно на двух кусочках бумаги, потому что таким образом их будет очень удобно перенести в духовку, прямо на этих листочках. Сразу на этом же этапе делаю крепление для цветка. Для этого мне понадобится два штифта. Я примеряю штифт по приплюснутому шарику. Отрезаю лишнюю часть штифта и загибаю конец. У меня получается штифт с колечками с двух концов. И такой штифт я кладу на приплюснутый шарик, немножечко вдавливая его, но не до конца. То же самое проделываю и со вторым цветком. И теперь на этих основах можно начинать собирать лепестки. Сначала я креплю к основе три первых лепестка. Сделать это нужно достаточно ровно. В центре лепестки прижимаю к основе из полимерной глины, чтобы лепестки прилипли. Затем в промежутке между первыми тремя лепестками присоединяю еще три лепестка. И также хорошо прижимаю в центре. То же самое нужно сделать и со вторым цветком. Сначала я присоединяю три первых лепестка. Затем в промежутке между ними присоединяю три оставшихся лепестка. При такой сборке цветок выглядит достаточно аккуратно. Беру тычинки и ножничками подрезаю их, чтобы длина их была примерно один сантиметр. Можно чуть меньше. Такие тычинки можно сделать самостоятельно из лески или тонкой проволочки. Или можно купить в магазинах товаров для ручной работы. Твои тычинки я купила в магазине. В центре каждого из цветков я делаю впадинку зубочисткой. После этого беру фимогель и в каждую из впадинок капаю по капельке. И теперь в каждую серединку цветка в этот фимогель я вставляю тычинки. Я хочу, чтобы серединки у меня получились пушистенькие, поэтому я вставляю достаточно много тычинок. Когда вставили тычинки, можно цветки запекать. Запекаю 30 минут при температуре 110 градусов. Пока цветочки запекаются, я сделаю листочки, которыми буду декорировать обратную сторону цветка. Листок делаю точно таким же образом, как и лепесток. Катаю небольшую колбаску, отрезаю несколько частей. Каждую из частей катаю в шарик, а шарик формирую в капельку. Прижимаю капельку между двумя листками бумаги. Затем делаю обратной стороной центральную прожилку. И также делаю еще и боковые прожилки листков. При помощи ножа снимаю листок с листка бумаги. И таким же образом делаю и следующие листочки. Мне понадобится 8 листочков. Цветы запеклись и проявился эффект материала, его прозрачность. Видео, конечно, не передаст всего этого эффекта. Но цветочки стали слегка полупрозрачными и с таким мерцающим блеском перламутровым. Переворачиваю листочки, капаю по капельке фимогеля с обратной стороны на основу. И закрепляю на эту основу зелененькие листочки. Этот этап делать не обязательно. В принципе, с обратной стороны уже цветок выглядит достаточно аккуратно. Если же вы хотите декорировать и обратную сторону, я обычно люблю это делать, то можете точно так же сделать листочки. И после того, как я на гель присоединила листочки, цветы нужно повторно запечь. Достаю цветы из печки, они готовы. Теперь можно перейти к сборке украшения. Сначала я присоединяю шпензы. Отгибаю колечко крепления на самой швензе. Подвешиваю цветок. И закрываю колечко. Делаю это плоскогубцами. То же самое проделываю и со второй сережкой. В общем-то цветы и так уже выглядят очень привлекательно. Но мне хочется еще добавить бусинки. Я беру штифт. Нанизываю те бусинки, которые мне хочется видеть на цветочках. Загибаю остаток штифта. Отрезаю таким образом, чтобы остался хвостик примерно 7-8 миллиметров. И круглогубцами загибаю этот хвостик в колечко. И за это колечко подвешиваю ряд бусинок к цветочку. То же самое делаю и для второй сережки. И у меня получаются очень нежные красивые сережки. Можно их оставить матовыми. А можно покрыть глянцевым лаком. Через некоторое время, как я сняла этот мастер-класс, мне захотелось покрыть серьги глянцевым лаком. Что я и сделала. И готовый результат вы видите уже с этим глянцевым покрытием. Конечно, если у полимерной глины есть какой-то эффект прозрачность или какой-то перламутровый эффект металлик, то глянцевый лак этот эффект только подчеркнет. Сережки получились очень красивые. Такие слегка мерцающие, переливающиеся на свету. И бусинки только подчеркивают эффект полимерной глины. Желаю вам творческих успехов и вдохновения. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравился мастер-класс. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. До новых встреч!